кстати я помню там где-то пропустил бабочку в общем там где была постройка такая высокая с колоннами да мне еще стояла магичка в общем там если посмотреть наверх можете увидеть бабочку которая даст вам очередную бесполезную хрень за которой я явно туда сейчас не буду возвращаться здесь вот этот огромный гриб лучше конечно расстрелять его из конь лука для арбалета и возможно магией блин навоняли навоняли кстати я забыл починить колесо еще сзади набежали жуки грибы слава богу тут здоровый гриб хотя бы не плодит платья поющие под угрозой о боже ванна на платье поющий конечно нам пофигу затянул сломалась а вот с кольцами конечно беда поставим тогда хотя бы кольцо серебряным змеем будем получать больше сколков душ можно кстати порошок починки использовать совсем про него забыл урна разъедания и так сказать заключительный аккорд этой локации просто большое скопление клириков магичек все в одном месте так сказать также там и ползающие твари три в одном по моему там еще и фантом нападает ну в общем тускаться туда просто так я бы не советовал ставим наш черный лук не просто херачим туда отравленными стрелами как-то еще живота так здесь еще одна магичка она еще оказывает поддержку в виде лечения смотри что она творит она просто херак восстанавливать себя и всех вокруг то есть я беру туда идти это вообще просто от но что самое интересное клериков расстрелять так просто не получится и причем они к тому же еще и не отравляются не стоят тупо в блоке нет конечно их можно убить просто выпустив них это неимоверное количество стрел если попадать ему в голову ни одна макера она не увеличивается ну в общем конечно если заморочиться можно их расстрелять тоже ну нафиг совсем какая-то фигня получается так там еще одна магическая стоит зря убрал лук и здесь по моему она даже не одна еще где-то одна здесь спрятана так стоп я просил лук чувствую как только я начну ее расстреливать сразу же и клирики активизируется по крайней мере и до этого они так делали так мы это вырубили я еще перегружен из-за того что у меня кольцо сломалось нужное увеличивало количество груза носимого так ну что ребят давайте по одному хотя бы так будет честнее что ли ау мне тут одного такими темпами может хватить да там еще где-то она магическое стоит так второй пойдет будет до последнего стоять выжидать и к этой даме я не хочу заходить дело в том что как только я помню зайду в этот круг бояться еще и фантом и сражаться правильно с фантомом клириком и магичкой будет не очень весело так все так все так все там есть скептика и вот Как раз вот если я сюда встаю, светлячки сейчас пропадут. Парный клинок из красного железа. Парный меч с тяжелыми лезвиями на концах. Им удобнее наносить дробящие удары, чем рубящие. Чтобы справиться с этим оружием, нужна огромная сила. Парный меч подражает иноземному оружию с клинками на обоих концах. Душа отважного воина. Возможно фантом вторгнется, когда я здесь всех светлячков распугаю. Осторожно проникнуть с этой стороны. Кристальный наводящийся сгусток души. Очередная магия. Сгустки души твердеют и становятся мощнее. При выстреле они преследуют цель. Кристаллизация дает души и заклинания более разрушительные. Ну, как мы знаем, кристаллизацию придумал как раз ногой сид. Ау, здесь не просто светлячки. Так, и там вдалеке были еще предметы, которые можно забрать только отсюда. Спасибо, конечно, за факел, что здесь поставили. И здесь также по краешку, по краешку, по краешку. Большая душа, зеленый цветок. Ну и вроде как все. Если мне не изменяет память. Ну, там вот еще что-то осталось. По-моему. Ну, сейчас мы туда пойдем. Так, что у нас с оружием? Так, уберем лук. Сейчас опять уберу его, он мне опять понадобится. И вот как раз о чем я и говорил. Ну, нападает он здесь еще и, можно сказать, ловушка целая. Я думал, он нападет, когда я только в этот круг зайду. И это очень жесткий фантом, на самом деле. Который швыряется к различной магии. Причем как магией, так и тьмой. К тому же еще и неплохо защищается. Надо было все-таки поставить дубину. И платье мельфонита мне здесь бы не помешало, наверное. Вот черт, кажется, кто-то звонит мне в дверь. И, к сожалению, мне пора уходить. Сейчас меня убьют. В общем, я снова здесь. Я сходил, починил свое кольцо. Забрать свои души. Так, и с луком я немножко все равно перегружен. Ну, давай, парень. Вау! Теоретически его можно вообще скинуть. Но, так же, в принципе, его можно просто тупо задолбить. Наши дубины, но... Черт. Слишком рано ударил. Вау! Да, куда ж я бью. У-ху! Заклинание тьмы. Я все равно его достал. А вот теперь не достал. Лучше контрить его, когда он колдует. И круглый щит клирика. Загадочный киндалур. И круглый щит клирика мы уже поднимали. У нас уже есть такой. Так, что у нас тут еще? Спокойной ночи. Здесь у нас остался еще один предмет. Алая вода. И... Похоже, что здесь все. Здесь я, вроде, со всеми разобрался. Единственное, там еще есть... Магичка, которая лечит. Хилерша. Непонятно, какой черт она там стоит. Ну... В принципе, можно ее убить. Чтоб получить дополнительные души. Она, кстати, что-то оставила. По идее, к ней можно подойти. Если обойти там по краю. Да я не хочу заморачиваться. Не хочу тратить свое время. Я думаю, что она дала там либо какой-то предмет, либо часть своего сета. Неважно. Большая душа гордого рыцаря. Зеленый цветок. Так, и здесь с краю. Что-то было. Или не было. Вернем наш клеймор. По-моему, где-то здесь был невидимый полый. Так, либо надо воспользоваться бабочкой. Так, просто вот... Аринас-2 увидишь. Вот он. Ладно, пришел к обстыкам. Также можно зайти с этой стороны, но... Здесь точно ничего нет. И мы практически добрались до босса этой локации. Тут также можно встретить мельфинита, но... Мне кажется, она выглядит намного старше, и что-то с ней явно не то. Похоже, что она проклята. И поговорить, к сожалению, с ней не представляется возможным. Здесь нам уже не нужен факел. Щит нам, кстати, тоже здесь особо не нужен. По-моему, где можно его вообще убрать. Чтоб он не добавлял лишнюю нагрузку. И защиту от магии тоже можно убрать, взяв кольцо защиты. Здесь оно будет более востребовано. Также, чтобы у нас не доломалось кольцо, давайте используем порошок для починки. И здесь у нас босс. Это демон песни. И демон песни выглядит, конечно, прикольно. Это какие-то симбиоз... Какой-то жабы и... Огромной головы. С руками. И этот босс, наверное, является самым простым в Dark Souls 2. Единственное, что у него есть парочка достаточно сильных атак. Если под них попасть, то, возможно, он может убить. Здесь, конечно, он будет их делать, но пока что он делает одно и то же. Пытается просто меня задолбить своими руками. Давай, сделаю здесь что-нибудь более интересное. Вот, например, прыжок. Правда, не в мою сторону. Здесь, да, есть у меня такая напрыжка. И, да, вот это, наверное, самая опасная его атака. Ну, давай, не боись. Я сделаю все быстро, и ты даже ничего не успеешь почувствовать. И он нам дает свою душу и также ключ скованного. Душа демона песни из храма Аманы. Когда этот демон пристрастился к вкусу человеческой плоти, его заключили в стенах храма Аманы. Народ жриц, следивших за ним и державших его в узде, прервался. В общем-то, и все, что известно об этом демоне песни. Но так как он демон, то он, скорее всего, является плодом попытки скопировать первое пламя ведьмой из изолита. Ключ скованного. Самое интересное, это то, что он является еще и оружием. Меч, открывающий дверь к скованному. Он остро заточен, хоть и является ключом. Пронзите этим ключом скованного, чтобы положить конец его умчениям. Скованный, который когда-то был человеком, понял, что не сможет устоять перед соблазнами плоти, и навеки заковал себя в цепи. С тех пор он ждет дня, когда кто-то отыщет этот ключ, и пронзит им его чрево. Интересно, кем же был ранее этот скованный? И здесь на арене, по-моему, если посмотреть наверх, где-то здесь была, по-моему, бабочка. Если мне не изменяет память. Да, вон она, бабочка. Давайте ее тоже собьем. Одну я уже упустил, но, думаю, при желании вы ее беструдно найдете. Примерные координаты ее я вам дал. Пи-ху-ху-ху-ху-ху. Сумеречная трава. В основном именно ее они дают. так что у нас здесь здесь у нас еще один проход кстати там наверху можно видеть еще одну бабочку давайте я сразу же тоже с ними и больше по моему этой локации бабочек нет поставим кончит здесь также нужно быть осторожным можно упасть там нас ожидает рыцарь а здесь можно где-то нащупать проход ну давайте сначала убьем это рыцаря наверное хотя по идее это вход в склеп нежити это следующая локация которую которую нам нужно посетить куда ушел вендрик так если здесь возможность где-то вас сжечь факел а василиски там еще один василиск и нужно быть немножко осторожным чисто самоцвет здесь можно разглядеть обрыв надеюсь этот ящик не мимик это будет жестко если это мимик магическая стрела обычное заклинание камень разрядов здесь нам понравится ароматная ведь было у нас такая есть здесь мы можем видеть костер и он здесь не просто так зажгем ну и давайте наверно отдохнем в принципе мы особо ничего не теряем и если не знать что делать что можно и не открыть эту дверь дверь закрыта и непонятно то есть каким образом она вообще открывается и по идее здесь все и чтобы открыть эту дверь по моему нужно выполнить два условия первое условие это сама ликвидироваться не стать полым она теперь забрать свои души а второе условие это по моему спасти мельфонита но я не помню обязательно ли это условие выполнять давайте сейчас и проверим заодно нет достаточно просто быть полом здесь наверно больше подойдет дубина какая-нибудь так и перед тем как туда идти давайте все-таки освобожу мельфонита по моему там возможно появится дополнительный диалог и чтобы спасти мельфонита нам нужно вернуться обратно в замок дранглейк и здесь нам нужно опять воспользоваться нашим любимым бесконечным лифтом пожалуй перемотаю этот бесконечный подъем вот он наш скованный и выглядит это достаточно жестко да немного словная мельфонита оказалась зато она дает кольцо мертвых все эти действия совершенно необязательны для прохождения основной сюжетной линии но если вы хотите получить кольцо мертвых хозяин то кольца выглядит как человек даже в форме полого говорят в склепе нежити можно вновь познакомиться с мертвецами мы все потеряли кого-то и никому не удастся обмануть смерть в таком случае какая радость может быть от возвращения того что давно уже ушло в мир иной и если мы наденем это кольцо то сейчас я как раз полый если я надеваю это кольцо то я выгляжу как человек хотя по сути я все еще остаюсь полым кстати в этой комнате по моему был еще один невидимый пол и не помню убил его судя по всему не убил лапки шилка исты камень и чтобы избавить себя и вас от этого бесконечного лифта давайте я воспользуюсь косточка возвращения итак после того как мы спасли мельфонита давайте опять вернемся в храм аманы наверно в самое его начало и нам нужно спуститься в эту лачугу чтобы поговорить с мельфонита возможно она нам скажет что-то интересное небесное благословение да ничего особо полезного это за то что я убил демона песни тоже небесное благословение ну в общем можно было в принципе не не ходить не небесное благословение в принципе неплохой конечно предмет но я все-таки думаю что в части лора что-то интересного она скажет теперь давайте опять же в храм аманы но только к самому последнему костру возможно мне следовало бы сходить давайте восстановим они от человечность восстанавливать пока нельзя хотя я уже дверь-то открыл по идее и не должны закрыть если я стану обратно человеком план и пока похожу полым потому что я могу в принципе здесь умереть давайте-ка я вооружусь все-таки своей мощной дубиной против этих ползунов она более эффективно если конечно не бить ударами камень яда и здесь нас встречает очень неприятный противник пиромант который может реально зажечь наш пукан он достаточно мощный и верткий к тому же он с ножом и очень быстрые атаки к тому же он немного глупый какой-то черт он начинает упор кастовать свою пиромантию это его изгубило этот парень очень сильно напоминает лаврентия из dark souls 1 по моему такой же у него сет был и здесь нас встречает еще одна певица с которой можно поговорить кто ты кто ты и что ты хочешь от нас Милфонитто это мы называем мой имя ты имеешь в виду нашим имя мы не знаем ничего о сверху мы сомневаемся мы отмазаем мы отмазаем в ритуале мы не знаем ничего о сверху и мы не нужно Продолжение следует... Огненное семя. Вот это что-то уже более полезное. Ингредиент для апгрейда пирамантии. И опять же небесное благословение. Нечто окаменевшее. Ну, в общем-то, в принципе, ничего нового он особо не говорит. Говорит о том, что Великий Метведь, скорее всего, это был Нита, создал их, создал святачков, дал им эту песню для того, чтобы они дарили покой всем мертвым и тем, в ком таится тьма. И здесь можно помолиться. Увы, ничего не происходит. Да. Вдруг у вас сложится такая ситуация, что у вас закончатся человеческие фигурки, и вам нечем будет восстановить человечность, то вы можете всегда прийти сюда и восстановить свою человечность. Но для этого должно быть только соблюдено одно слое. У вас не должно быть человеческих фигурок в инвентаре. Здесь есть еще один проход. Где нас поджидает еще один пиромант. Вау. Кастуй. Почему у меня не двуручный хват? Лучше вообще не бить, когда он ничего не делает. Практически со стопроцентной вероятностью будет уклоняться. Оу, еще один пиромант. На семя зря я осагрил их сразу двоих. Ох, сейчас будет как подгорать-то, а. Так, давайте-ка я попробую от них сбежать, что ли. Я как бы не трусну, я боюсь. Честно, они выше смогут поднять. Мне кажется, они... Охренеть. Так, а сюда? Вы так мельфонита убьете, э, ребят? Она-то вам чего, походу, здесь вообще что-то творят. Так, давайте мельфонита вообще забьем. Блин, они еще и ловушек здесь понаставили. На самом деле здесь, по-моему, пара сундуков, ради которых сюда и нужно идти. Удадут ли мне их взять? Здесь у нас хранится уничтожитель. И еще какая-то хрень. Топ-тью! Что это такое? Да, два пироманта, это жесткая сила. Давайте я попробую вас прикончить. Вот так, одновременно. Она ударила. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Давайте вы просто упадёте. Слушайте, потушитесь, а. Одного я затушил. Ты ещё что ли выжил? Как же так-то? У меня уже даже дубина под угрозой. В общем, ребят, не советую я вам хагрить сразу двух. Так, а здесь сундука и не было. А, вон он. Опять я сломал кольцо. Уголь вражды. Ну, в принципе, полезные вещи. Не так часто он попадается. Так, и вроде здесь всё. Я поднял уничтожитель. Достаточно интересное оружие. Это, по-моему, катана, которая может отравлять. Уничтожитель. Старинная сломанная катана. На первый взгляд, может показаться бесполезной, но её лезвие покрыто смертельным ядом. Этот меч забрал бесчисленное множество жизней, поэтому покрывающие его пятна крови превратились в яд. Не знаю, насколько это оружие будет, конечно, хорошо проявлять себя в ПВЕ. Ну, давайте я сейчас схожу в Маджулу и, возможно, прокачаю его. Так. Давайте, наверное, воспользуемся косточкой возвращения. И давайте посмотрим, чем грядится уничтожитель. Да, он грядится мерцающим титанитом. То есть, максимум можно будет прокачать на плюс 5. В основном, как и все катаны, он скеллится от ловкости. Так эта катана выглядит. Стандартный мувсет. Но что самое интересное, это то, что, по-моему, её можно ещё раз заточить на яд. То есть, увеличить её степень отравления. Но для этого нам понадобится Макдаф. И да, можно его ещё более закалить на яд. То снигнет, конечно, его другие характеристики. Но зато оно начнёт быстрее отравлять. Давайте попробуем поизвращаться. Итак, у меня осталось 45 тысяч душ. И нам хватит всего лишь на два уровня. И я даже не знаю, что бы я хотел ещё улучшить. Давайте улучшим ловкость, что ли. В принципе, мне и так уже всего достаточно, чтобы пройти всю игру до конца. И, кстати, давайте сделаем интересную вещь. Давайте сожгём в Маджуле уголь вражды. Не помню, сколько нужно сжечь здесь углей вражды, чтобы Маглин стал продавать сет бабочки. Ну, давайте посмотрим. А, ну, в принципе, вот он уже его продаёт. Юбка лунной бабочки, краги лунной бабочки и крылья лунной бабочки. Крылья лунной бабочки, сделанные из крыльев редкой лунной бабочки, отравляют тех, кто приближается к их хозяину. Увеличивают расстояние прыжка. О лунных бабочках известно немногое. Считается, что они появляются только в полнолуние зимой. Говорят, что эти бабочки волшебные, а их личинок никто никогда не видел. То есть я, по идее, с этой катаной могу ещё и на себя сет бабочки одеть, и тогда я стану совсем токсичным. Ну, к сожалению, у меня не хватает душ. Надо было лучше вместо прокачки купить этот сет. Ну что ж, нам пора, наверное, продвигаться дальше в склеп нежити. И я опять забыл починить кольцо. Да что ж такое-то. Давайте попробуем кого-нибудь строить. Василиски, конечно. Не лучший противник для отравления. Они и так складываются с двух ударов. Сиамский рыцарь. Конечно, проще было бы воспользоваться вообще дубиной против него. И вот, да, я его отравил. Теперь можно подождать, пока он не умрёт от отравления. И здесь у нас очередной лифт, который опять опускается вниз. Он тоже достаточно глубокий. Да, очень глубоко самоизолировался у нас вендрик. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И очередной разговор с этой тварью, после которого возникает больше вопросов, чем ответов. И он нам напомнил о первом Повелителе Света, который победил Тьму. Это, конечно, был Гвин. Он, конечно, победил Тьму, но при этом все сломал, похоже, в этом мире. Именно после него начались эти все бесконечные циклы, и весь этот мир пошел под откос. Итак, склеп нежити. И склеп нежити достаточно небольшая локация, но есть в ней... По-моему, здесь кто-то есть свои сложности. Интересные моменты. Во-первых, она полна вот этими вот невидимыми полами. Мне кажется, что я даже их вряд ли всех смогу найти. Но я очень сильно постараюсь это сделать. Но делать это буду я уже в следующей серии. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь и до скорых встреч.